Итак, друзья, с вами я, Эд Скрайберт. Сегодня у нас обзор линейки компании Sony. Вы очень просили и, пожалуйста, вот она перед вами. Смартфоны Sony Xperia. Все модели, которые имеют свои особенности, появились после разрыва соглашения с Ericsson. Sony Mobile, ранее известная как Sony Ericsson Mobile, является подразделением электронного гиганта корпорации Sony. А Xperia это уникальный модельный ряд компаний, который изначально выпускался под управлением Windows Mobile OS. А затем технологический менеджмент принял решение о переходе на Android. И это, кстати, очень правильное решение было тогда. На данный момент эта линейка занимает прочную нишу сегодняшнего рынка. Некоторые смартфоны компании могут выгодно отличаться водонепроницаемостью и влагозащищенностью. Вот такие вот дела. Поэтому сегодня с Sony Xperia погнали. Я брал только актуальные линейки телефонов на данный момент. Их вообще существует куча. И на самом деле в линейке компании Sony было разобраться не так уж и легко. Но вот все линейки актуальны на данный момент. Первая линейка под названием E. Сюда входят телефоны E5, E4, E4G, E3, ну и так далее. Актуальный телефон здесь остается на данный момент. Это E5. Ничем не примечательный бюджетник на MTK6735, который стоит 6900, то есть больше 100 долларов. Ну ничего не взять. Не стать, не взять. Просто обычный телефон и все. Ну со своим немножко дизайном таким от Sony. Ну кому он нужен в принципе. Следующая линейка это тоже бюджетная линейка. Линейка под названием L. Здесь телефоны L1 и L2. L2 это тоже бюджетник с рядом преимуществ уже. В отличие от E5. На процессоре MTK6737T одно из преимуществ это есть NFC. И второе преимущество USB Type-C. Ну и еще большой плюс к этому телефону. Здесь можно одновременно установить две симки и плюс microSD. Стоимость конечно же туши свет. Она здесь стоит около 12400 рублей или же 220 долларов. Ну вот такие дела друзья. Следующая линейка это средний уровень. Телефоны здесь такие XA1, XA1 Ultra, XA2, XA2 Ultra. Ultra значит что этот телефон просто больше по диагонали дисплея. То есть как допустим в айфонах это плюс. Плюс значит больше. Итак XA1 работает на Helio P20. Стоит около 11 тысяч рублей или же 180 долларов. Ну вот как-то так друзья. Ничего особенного в принципе здесь отметить по этому телефону не могу. А в конце этого обзора все-таки обратим внимание на очень интересные телефоны компании Sony. Далее флагманская линейка. Линейка XZ. Здесь телефоны XZ, XZ Premium, XZS, XZ1, XZ1 Compact. Ну и новинки этого года представлены на MWC, XZ2 и XZ2 Compact. Хочется отметить что у телефонов компании Sony есть специальная кнопка для фото. И это отличное решение. С одной стороны это фишка как бы телефона. Который сразу же отличает его от всех остальных конкурентов. И на самом деле я пользовался это очень удобно. В принципе Xiaomi и Meizu могут взять на заметку себе эти моменты. На какой телефон обратить внимание? Из среднеценового сегмента я бы обратил внимание на телефон XA2. Работает под управлением 630-го снапа. Достаточно мощного. Видеоускоритель Adreno 508. Работает на новеньком 8-ом андроиде Oreo. Bluetooth 5.0. Есть также NFC и USB Type-C. Батарея не такая уж и маленькая на 3300 мАч. Ну и конечно камера. Основная камера на 23 Мп с апертурой F2.0. Снимает в 4К. Есть замедленная съемка 120 фпс. Вообще вот посмотрите. Это просто большущая, отличная, хорошая камера. А также фронталочка на 8 Мп. Фронталка, обратите внимание, вот какое глазище у этой фронталки. Очень широкоугольная, большая и качественная. Ну, камеры у Sony всегда были крутые. И многие производители ставят именно их модули. Еще есть один телефон, на который я бы обязательно обратил ваше внимание. Один из самых интереснейших телефонов в компании Sony. Это новинка XZ2 Compact. Это очень оригинальный телефон, во-первых, по дизайну. Он не похож ни на какие другие телефоны. У него задняя крышка скругленная. Такой новый дизайн, новый подход. Очень интересный. Соотношение сторон экрана 18 к 9. Также новенький флагманский процессор Snap 845. Защита от воды и пыли IP65. И он, кстати, очень маленький по современным тенденциям. Если вам нужен хороший, крутой, маленький телефон, то это Sony XZ2 Compact. Музыка в формате Hi-Res Audio, а значит, звучит максимально аутентично. А технология LDAC обеспечивает отличное качество при прослушивании в беспроводных наушниках. Если же вы слушаете музыку или смотрите фильм вместе с, допустим, друзьями, то благодаря мощным сериодинамикам вы будете слушать отличный, чистый, реалистичный звук. Также, что касательно видеозаписи, снимает он в 4K HDR. Снимает более красочные, контрастные, детализированные ролики в качестве достойного камерафона. Проще говоря, 4K HDR это очень хорошая качественная съемка. В принципе, даже можно снимать на него определенного рода киношки. Также эффектная сверхзамедленная съемка в качестве Full HD с частотой кадров 960 кадров в секунду. Что позволяет запечатлеть движения и моменты, которые человеческий глаз просто уловить не в состоянии. Основная и фронтальная камеры Xperia XZ2 Compact оснащены технологией 3D сканирования. Сканируйте людей, предметы, превращая их в 3D модели, а потом печатайте на 3D принтере. Вот такие вот дела. Также в этом телефоне есть режим стамина. Расчет уровня заряда. Он точно рассчитывает на сколько хватит заряда с учетом того, как вы обычно используете смартфон. Допустим, он предупредит вас заранее, если устройство определит, что смартфон должен скоро разрядиться. Появится подсказка. Активируйте режим стамина. Энергосбережение. В режиме стамина потребление энергии снижается, чтобы заряда хватило на целый день. И вы спросите, сколько стоит этот телефон. Вы видите уже сами. 50 тысяч рублей или же около 900 долларов. Вот такие дела, друзья. Настоящий поклонник должен в жизни сделать 3 вещи. Поставить лайк, оставить комментарий и вырастить сына. Чтобы он поставил лайк и оставил комментарий. А еще подписался. Если не знаете, что написать, скопируйте комментарии из предыдущей серии.